Добрый день, друзья! Сегодня я хочу разобрать такую важную тему, как воронка маркетинга. Дело в том, что она не очень популярна в российском предпринимательском сообществе по причине того, что трафик долгое время доставался достаточно легко. У нас буквально в 2012-2014 году только стала популярна контекстная реклама в виде Яндекс.Директа, Google Дворца. С 2016 года появилась таргетированная реклама в Instagram, Facebook. И рынок в принципе еще не насыщен, и достаточно привлекать всех подряд в одну общую воронку и получать какие-то результаты. Но мир меняется, не стоит на месте, и если ваши заявки и лиды дорогие, вам необходимо сегментировать весь ваш трафик на теплоту. А теплота бывает разная – холодные, горячие и теплые лиды. Об этом мы сейчас и поговорим более подробно. Давайте посмотрим на презентацию. Итак, воронка маркетинга состоит из неких трех этапов. Это новая заявка, это теплый лид и горячий лид. Суть в том, что нам необходимо делить трафик на теплоту. Это холодный, теплый и горячий трафик. Холодный трафик – это тот человек, который скачивает какой-либо материал в сети у нас. Например, регистрируется на вебинар, скачивает чек-лист, получает полезный PDF, коммуницирует с нами в социальных сетях, то есть проявил какую-то активность, что-то решил скачать, но не выявляет явной прямой потребности в оказании ему каких-то услуг. Он всего лишь интересуется проблемой и, по сути, еще неизвестно, насколько он готов приобрести наш продукт. Следующий тип трафика – это теплые лиды. Теплые лиды скачивают больше материалов, смотрят несколько вебинаров, возможно, уже оставляют какие-то заявки в чат-формах для того, чтобы проучить более подробную консультацию, но, опять же, еще четко и явно не выражают свою потребность к покупке. И вот следующий тип трафика, он нам особо интересен, потому что здесь люди активно выражают, явно выражают свою потребность в приобретении наших продуктов. Они скачивают прайс-листы, они заходят на страницы с ценой, они скачивают коммерческие предложения, они звонят нам на телефон, то есть явно хотят приобрести или получить консультацию, или получить дальнейший какой-то шаг для того, чтобы мы могли с ними уже начать сотрудничать или рассказать, как это, соответственно, сделать. И весь трафик, который поступает вам в компанию, необходимо делить на эти три этапа. Если же вы будете одинаково работать со всеми, это покажет низкие конверсии, так как ваши продавцы начнут продавать тем, кто не готов купить, и не звонить здесь и сейчас тем, кто уже готов купить. То есть будет потеря, будет неэффективность, будут более низкие конверсии. Поэтому необходимо сегментировать и передавать в отдел продаж на работу только горячие заявки в первую очередь, потом теплый трафик, а холодный трафик не передавать вовсе. Отсюда появляется необходимость в работе, в разной работе с разными этапами трафика. Более подробно о том, как работать с различным по теплоте трафиком в сериал-системе, вы видите на этом слайде. Предлагаю вам его запринтскринить и потом подробно разобрать, использовать как подсказку. Холодный лид в сериал-системе не очень называет этап, поэтому мы его называем новой заявкой. А теплый и горячий, в принципе, прямо и явно говорит о том, какой теплоты заявка у нас в этом этапе находится. Перейдем к следующему слайду. Как работать с различными видами трафика в сериал-системе, воронке, неважно. Для холодного трафика необходимо проявлять активности такие, как утеплять имейлами, утеплять смс-ками, месседжерами, в социальных сетях вести коммуникацию, выкладывать посты, сторис, подогревать различными способами, запускать персональную ретаргетинговую рекламную кампанию в контекстно-медийных сетях Google на таргетированную рекламу Facebook и Instagram. Можно использовать также автозвонки для того, чтобы напоминать о себе, о своем продукте, приглашать на вебинары, приглашать на посещение каких-то прямых эфиров и другие точки касания. То есть задача на первом этапе – выстроить доверительные отношения с клиентами, осуществить подогрев их. Мы не продаем здесь напрямую, мы выстраиваем доверительные отношения, показываем свою экспертизу, всячески подогреваем. После того, как лид становится теплым лидом, переходят соответствующие этапы воронки, здесь необходимо передать его в первичную обработку отдела продаж на квалификацию. Зачем это делается? Затем, чтобы отдел продаж использовать максимально эффективно. Те экспертные продавцы, которые у вас есть, они, как правило, высокооплачиваемые и не многочисленны в вашей компании. Соответственно, им передавать нужно в работу только тех клиентов, которые подходят под портрет целевой аудитории, у которых есть деньги, у которых есть необходимое количество сотрудников, если это обязательный и важный критерий для работы с клиентами. И они осуществляют, соответственно, ему эксперт на продажу. Для того, чтобы таких людей выявлять, необходимо иметь менее квалифицированных продавцов, менее оплачиваемых. Мы их можем называть рядорубами, квалификаторами. В принципе, суть от этого не меняется. Задача их проквалифицировать ту заявку, которую дал маркетинг. Как это происходит? Человек звонит просто по заявке и интересуется, соответствует ли заявка тем критериям, которые вы предъявляете на момент квалификации. К примеру, возможно, это должен быть собственник бизнеса с оборотом 25 миллионов плюс в год или отдел продаж, состоящий из четырех человек. И, соответственно, при выявлении того, что лид является квалифицированным, только тогда вы придаете экспертному продавцу на осуществление продажи. Дальше я хочу показать вам, как может выглядеть модель утепления через e-mail. Здесь на этом примере показана цепочка касаний e-mail на 4,5 месяца. Каждое письмо приходит через 2 дня. И она работает исключительно по этапу новая заявка. Как только лид скачивает какой-то лид-магнит из этих писем, вот вы видите на некоторых письмах есть синие кнопки, он переходит автоматически по тегу, сервис-система трекает и переводит его автоматически в теплый лид. Для такого человека рассылка прекращается. То есть она работает исключительно для этапа новая заявка, и как только человек оттуда уходит, она автоматически выключается. Также хочу показать вам, что существует помимо теплоты ваших заявок, еще и стадии формирования спроса. В американском маркетинге называется жизненный цикл клиента, life cycle marketing. В чем его суть? Что у каждого существует различного рода сформированная потребность к чему-либо. Они определяются как top of the funnel, TOFU, middle of the funnel и bottom of the funnel. На этапах TOFU человек занимается определением, идентификацией своей боли или поиском новой возможности. На этом этапе необходимо предоставлять ему свободно контент для того, чтобы показать ему, что такое боль, откуда она формируется. По сути мы усиливаем боль на этом этапе. Он ее ищет, он ее пытается определить, мы ее усиливаем. После чего человек понял, что у него болит что-то определенное, конкретное, и он начинает искать способы решения, которые существуют на рынке. Это middle of the funnel, середина воронки, формирование жизненного цикла клиента, формирование спроса. На этом этапе необходимо предоставлять возможные решения, причем не явно говорить о том, что наше решение лучше. Они предвзято сравнивать, плавно подводя, к тому, что все-таки наше решение более прикольное. К тому же в конце этого материала, статьи, видео вы используете call to action и предложите «Классно, теперь ты узнал о способах решения, как насчет того, чтобы получить персональную консультацию от нас по нашему решению, которое мы готовы тебе предоставить». Потому что следующим этапом воронки человек переходит на battle of the funnel и начинает искать поставщика решения. Он знает, что у него болит, он знает, какими способами можно решать, и только на этом этапе он является горячим клиентом, которые вот те самые им вводят запросы у нас в Яндексе или в Гугле купить мультиварку, например, купить айфон, купить станок. Они четко знают, что им нужно для решения какой проблемы. Если вы будете присутствовать на всех этих этапах и помогать им обучаться, помогать им рассказывать, какая у них проблема, какие способы решения есть, вы достигнете колоссальных результатов. Большинство российских компаний, абсолютно 90%, работает на этапе battle of the funnel с горячим трафиком. Некоторые начинают, это на самом деле связано с приходом популярности социальных сетей в России, таргетированной рекламы, работать с способом предоставления решений, то есть идентификации решений на middle of the funnel. И практически никто не работает на этапе top of the funnel. Это точка роста любого маркетинга, любого бизнеса. Если вы начнете рассказывать клиентам о их проблемах, о том, какие способы есть решений, вы будете получать клиентов раньше ваших конкурентов. Если на данном этапе у вас появились какие-либо вопросы, вы можете смело задать их нам, оставив комментарии и свои вопросы под этим видео. А мы тем временем двигаемся дальше. Какие выводы мы сделали из этого урока? То, что трафик бывает трех типов по теплоте. То, что необходимо создавать воронку маркетинга, исходя из теплоты этого трафика в серверной системе. То, что для каждого этапа необходимо свои работы. Нельзя работать с каждым видом трафика одинаково. С холодным мы работаем утеплением, с теплым мы работаем квалифицируя его, а с горячим трафиком, соответственно, осуществляя квалифицированную продажу. Касаться клиента разными способами, максимально автоматизировать этот процесс. Как мы уже выше говорили, необходимо использовать различные способы коммуникации. Это и имейл, и смс, и месседжеры, и персонализированная, таргетированная догоняющая реклама, и автопрозвоны. Использовать нужно все, и максимально это автоматизировать, чтобы смс-какупровали не люди, а ваша CRM-система. На самом деле, различные CRM-системы, что АМА, что Битрикс, это могут делать из коробки, и это решение называется Digital Pipeline. И четвертый вывод. Предоставлять контент для всех этапов жизненного цикла клиента свободно и за контактные данные. Здесь речь идет о том, как мы говорили, что на этапе выявления потребностей человеку необходимо предоставлять бесплатно контент. На этапе выявления решений по решению этой проблемы необходимо предоставлять контент под контактные данные, то есть под форму регистрации, заполняя которую человек получает решение. Потому что это разумно. Здесь уже он получает конкретную ценность, и почему бы не взять с него контактные данные. Он еще не готов купить продукт, так как он изучает только способы решения, но он готов оставить контактные данные для того, чтобы изучить, соответственно, возможные способы решения своих проблем. Предлагаю вам выполнить некоторые задания для того, чтобы закрепить материал, для того, чтобы получить результаты в маркетинге и в продажах. Ваша задача определить, каким видом трафика вы готовы работать в данный момент. Создайте соответствующие этапы воронки в сервисе системе. Если вы сейчас привлекаете на какой-то лид-магнит ваш трафик, соответственно, это, скорее всего, холодный трафик. Придумайте модели утепления, сегментируйте воронку маркетинга в сервисе системе на новую заявку, теплый лид и горячий лид. Настройте бизнес-процессы и логику работы, что при скачивании дополнительных материалов, при заходе клиентов, после скачивания лид-магнита на ваш сайт или при переходе из этого лид-магнита по какой-то кнопке, чтобы этот лид попадал в теплый лид, чтобы вы звонили не всем подряд, а только теплому лиду и горячим лидам. Горячим, напоминаю, это прямые заявки на вашем сайте на оказание прямой услуги, скачивание прайс-листа или посещение раздела с ценами. Друзья, если у вас остались вопросы по поводу того, как эффективно работать с воронкой маркетинга, зачем вообще использовать этот инструмент, пишите свои вопросы и комментарии ниже в любых социальных сетях, либо, собственно, под этим видео. Благодарю вас за просмотр, в следующих уроках мы разберем еще 99 инструментов роста коммерческого департамента и бизнеса в целом. Это была рубрика «100 инструментов роста бизнеса». Спасибо за внимание. Всего доброго.